В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Самарские полицейские просят откликнуться очевидцев происшествия. Около часа ночи 17 января в четырех сотнях метров от железнодорожного переезда станции Козелки в направлении поселка Новосемейкино была обнаружена женщина 35-40 лет в бессознательном состоянии. На ее теле имелись травмы, предположительно полученные в результате ДТП. Женщину доставили в больницу Калинина, где, не приходя в сознание, она скончалась. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел ведут розыск водителя, который предположительно сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Устанавливается личность погибшей женщины. Всех, кто обладает какой-либо информации о происшествии, личности водителя или пострадавшей, полиция просит сообщить по телефонам, номера которых вы видите на экране. В Тольятти нетрезвый водитель на пешеходном переходе сбил человека и также скрылся с места происшествия. К счастью, пешеход остался жив. Позже водителя задержали инспектора ДПС. Сейчас пострадавший находится в больнице, а лихача ждет судебное разбирательство. Подробности пьяных гонок в нашем сюжете. Все произошло на улице автостроителей в Тольятти. На записи с видеорегистратора видно, как впереди идущая вазовская Калина виляет из ряда в ряд, обгоняя другие автомобили. В это время по зебре дорогу переходит пешеход. Водитель Калины не успевает затормозить, избивает человека. Транспортное средство с места скрылось. В результате данного происшествия пешеход получил телесные повреждения. Благодаря очевидцам, которые указали марку автомобиля, государственный регистрационный знак, соответственно, было установлено транспортное средство. Информация сразу же была передана всему комплексу наружных сил на задержание данного машины и водителя. Автоинспекторам удалось найти и задержать лихача. Им оказался 37-летний житель Автограда. По словам мужчины, скрываться с места ДТП не собирался, а просто спешил по своим делам. А раненого пешехода оставил под присмотром очевидцев. Объяснить, куда спешил, мужчина так и не смог. Как позже показала экспертиза, водитель Калины был пьян, хотя, по его словам, выпил уже после случившегося. Но на этот счет у инспекторов ДПС большие сомнения. В настоящий момент в отношении водителя возбуждено административное производство. Будет принято решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела, когда будет установлена тяжесть вреда здоровью, которую нанес данный водитель пешеходу. Водитель, как ни странно, не является злостным нарушителем правил дорожного движения. У него за весь его водительский стаж всего два административных правонарушения. По данным госавтоинспекторов, в прошлом году с места ДТП в Самарской области скрылись почти 500 водителей. В этих авариях погибли более 30 человек. В 70% случаях виновники трагедии были задержаны. Неуважение водителей на дорогах к пешеходам и друг к другу нередко выливается в конфликты. Очередное случилось на перекрестке улиц Уральская и Новокуйбышевское шоссе. На записи с видеорегистратора автомобиля, которым управляла 19-летняя девушка, видно, как легковушку подрезает внедорожник. Из него выходит мужчина и, достав нож, направляется к легковушке. Он прокалывает переднее колесо, после чего скрывается. Как пояснила девушка, водитель легковушки внедорожник ехал за ней несколько минут и не обгонял. Затем начал сигналить. Автоледи призналась, что в ответ на это показала водителю внедорожника неприличный жест. Ответ не заставил долго ждать. А следующее видео снято одним из очевидцев. В Сызране прямо на проезжей части во время движения загорелся пассажирский автобус. ЧП произошло на улице Ульяновской. Огонь охватил моторный отсек паза. Пассажиры и водитель спешно покинули салон и вызвали пожарных. Огнеборцы приехали уже через несколько минут. Благодаря этому машину удалось спасти от полного выгорания. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки либо неисправность в топливной системе. Два куста конопли высотой более двух метров и весом 8 килограммов изъяли наркополицейский у 22-летнего жителя Самары, который выращивал дурман траву в своей квартире. Причем способ выращивания был весьма необычным. Методом аэропонирования, то есть без использования земли, молодой человек опрыскивал растения специальными питательными смесями. Выйти на его след удалось после того, как на телефон доверия областного ФСКН поступил анонимный звонок. В ходе обыска в квартире у задержанного также обнаружили 130 граммов готовой к употреблению марихуаны и 2 грамма амфетамина. По его словам, все наркотики хранил исключительно для себя, так как употребляет их уже около 10 лет. В настоящий момент уголовное дело возбуждено за хранение наркотических средств в особо крупном размере, но в рамках уголовного дела, естественно, будет устанавливаться, сбывал ли он наркотические средства или действительно выращивал только для себя. По данным полицейских, ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие. Около 300 животных больных брутцелезом выявили сотрудники областного управления Россельхознадзора в ходе внеплановой проверки двух животноводческих хозяйств в Нефтегорском районе. Такого массового заражения крупного рогатого скота, по словам специалистов, в Самарской области не было уже 18 лет. Подробности в нашем сюжете. Эти рогатые зорьки и буренки еще не знают, какая участь их ожидает. На две фермы, которые находятся в селах Дмитриевка и Верхняя Домашка, по данным которые теперь есть у Россельхознадзора, их привозили из Хворостянского, Безенчугского и Большечерниговского районов, а также из соседних Саратовской и Оренбургской областей. Животные завозились без ветеринарно-сопроводительных документов, без ветсвидетельств. А ветсвидетельства – это тот документ, который указывает происхождение животного, откуда они направлялись и какие проводились мероприятия и подтверждали благополучие той местности, откуда были направлены животные в данное хозяйство. Откуда именно были привезены больные животные, специалистам еще предстоит выяснить. Первое подозрение падает на Саратовскую область, которая, как говорят ветеринары, последнее время является неблагополучной по бруцеллезу. Бруцеллез – хронически протекающая болезнь животных и человека, вызываемая бактериями. Она передается от животного к животному и от животного к человеку. Заражение происходит при непосредственном контакте или при употреблении в пищу зараженных продуктов. К счастью, никто из работников фермы не заразился. Специалистам Ростельхознадзора предстоит выяснить, почему больных животных приняли на ферме. Как утверждают владельцы, были проведены все необходимые процедуры. Якобы все прибывшие животные проходили 30-дневный профилактический карантин, и анализы якобы были хорошими. С внеплановой проверкой сотрудники Ростельхознадзора теперь отправятся и на станции по борьбе с болезнями животных областного департамента по ветеринарии, чтобы узнать, не было ли с их стороны ошибки в исследованиях. А хозяйство Утёвское, на балансе которого полторы тысячи голов крупного рогатого скота теперь может лишиться всего поголовья. После того, как на ужин был карантин, были разработаны ветеринарные мероприятия по ликвидации бруцеллеза. То есть сейчас берем каждые 15 дней кровь у всего поголовья. Больных и сомнительных отбиваем в изолятор. Остальное поголовье исследуем заново. Проводим очистку калк, механическую дезинфекцию помещений. По данным ветеринаров, в Самарской области такого массового заражения крупного рогатого скота не было уже 18 лет. Согласно существующим правилам, все больные животные будут отправлены на убой, а их мясо – на утилизацию. Чтобы не подхватить подобную инфекцию, специалисты рекомендуют употреблять в пищу только пастеризованное или кипяченое молоко, а также мясо, у продавцов которого есть документы, подтверждающие безопасность продукта. В Новокуйбышевске последствия снегопада и недосмотр коммунальных служб чуть было не привели к трагедии. С крыши здания городской администрации прямо на пешеходную зону рухнуло металлическое ограждение. Это фото сделал очевидец. По его словам, тяжелая конструкция не выдержала натиска мокрого снега, который не убирали длительное время. Людей в этот момент внизу не было, никто не пострадал. Получить комментарии представителей администрации Новокуйбышевска не удалось. Если вы стали очевидцем того или иного происшествия, свои фото, видеозаписи и комментарии к ним вы можете прислать на наш электронный адрес sdsobakasamargis.ru. Лучшие из них попадут в эфир программы «Сыскное дело». На этом я с вами прощаюсь. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok